всем привет меня зовут андрей и вы на канале industrial tool сегодня у меня на обзоре будет аккумуляторный триммер от компании pit это новый инструмент в садовой линейке в их ассортименте появилось несколько триммеров и комби мотор появились триммеры с нижним двигателем которые продаются как соло без аккумуляторов так и в комплектации с двумя аккумуляторами и также то же самое соло и с аккумуляторами триммеры у которых двигатель находится сзади почему я решил сделать обзор именно на эти три мире мне как вы знаете у меня есть уже более пяти лет аккумуляторный триммер дюр 365 вот он сзади на заднем фоне виднеется недавно я в этом году еще не пробовал купил такой же триммер только на 40 вольтовой линейке это это триммер ур 002g в принципе эти три меры абсолютно одинаковые внутри по характеристикам даже по артикулам с установлены одни и те же двигатели разница то что здесь 36 вольт два аккумулятора нужно вставлять и лекси здесь один аккумулятор и джетти данный триммер он чем-то похож на 365 поэтому у меня вызвался так сказать появился интерес к нему и была очень большая скидка в одном интернет-магазине и вышел он мне всего лишь пять тысяч 180 рублей 200 рублей давал сам магазин за первую покупку и почему бы не взять сейчас такой цены конечно там уже нет в этом ролике кошения травы не будет так как еще не сезон трава еще не выросла поэтому будет просто распаковка и мое личное мнение что мне в нем по сравнению там с макитой что понравилось что не понравилось какое первое впечатление так сказать просто от включил там выключил повесил на себя и прочее комплектация может какие-то детальки просто я уже в телеграме компании пит увидел отзывы некоторых покупателей и там появились некоторые вопросы на которые уже у меня есть ответы поехали смотреть упаковку упаковка красочная сразу видим здесь триммер указаны некоторые характеристики это шесть с половиной тысяч оборотов и диаметр кошения получается травы 380 дробь 255 миллиметров это означает что 380 это будет с леской и 255 с ножом указано что бесщеточный мотор новое поколение коробка указана как на английском так и на русском языке здесь указаны еще характеристики почему-то только на английском языке на задней части коробки мы видим комплектацию 1 катушка 1 диск ремешок и три ключа два шестигранника и для замены диска также здесь непонятный перевод написано три скорости не являются обязательными для удовлетворения различных потребностей на самом деле это какой-то неправильный google перевод наверное китайцы переводили а наши ребята в питьях не проследили если навести даже обычный google переводчик здесь будет нормальный перевод когда триммер ко мне пришел вот эта наклеечка контрольная так сказать она была цель на это я уже ее скрыл то есть триммер не вскрывался по дороге ко мне открыли сразу же видим здесь вот такой большой кожух и что я хочу сказать на кожух и здесь есть нож нож закрыт термоусадкой и и надо снять перед использованием конечно же но возникает вопрос а как косить с диском для этого необходим либо другой кожух либо нож должен отстегиваться потому что по высоте ну насколько я знаю это здесь надо пробовать скорее всего кожух будет такой мешать но надо пробовать сравнить потому что в макете например есть вот такой кожух при использовании с ножом он такой маленький но на него можно пристегнуть вот эту часть вот таким образом и на две защелочки и уже мы косим леской и у нас установлен нож такие кожухи пришли на у макеты на триммеры не сразу изначально здесь тоже стоял на 368 обычный вот такой кожух на котором нет ножа и мне пришлось в то время докупать короче сюда другой кожух универсальных этих не было то есть я купил сюда другой кожух который был с ножом и каждый раз нужно было если мы меняем леску на диск нужно было менять кожухи это очень неудобно также еще есть вариант у меня есть комби мотор который с нижним двигателем у комби мотора существует тоже разные насадки бывает с таким вот широким кожухам бывает с узким но здесь тоже есть вот нож также эти кожухи бывают разных размеров и побольше есть поменьше все зависит от мощности три мира по кожуху я думаю претензия ясна то что надо что-то именно с ним скорее всего я думаю менять далее огромный плюс что здесь триммер разборный мы можем его разобрать и причем разбирается он видите здесь вот такая заглушка резиновая если мы с ними то видим здесь разъемы у макиты разъемов таких нет что это что второй триммер они цельные комби мотор и естественно разъемный но комби мотор у нас двигатель снизу поэтому здесь внутри вал вижу внутри провода мое мнение почему макита не сделала тоже триммеры с разъемным двигателем так с разъемной штангой вообще у макиты есть одна модель в японии она продается у нас не знаю продается или нет я не видел существует модель разъемная почему я думаю что на все остальные триммеры макита так не делает смотрите здесь идет вот если мы посмотрим на контакты идет три контакта то есть идет три контакта на питание двигателя у макиты же проводов идет больше у макиты внутри двигателя есть еще датчики холла то есть помимо три силовых кабеля туда еще идет всем проводов контрольных из-за того что макиты получаются уже контактов нужно сделать больше возможно это очень сложно на такой маленькой штанге сделать либо хотя по идее можно это было сделать даже если большие контакту толще в этом месте сделать рукоятку но еще мое такое мнение когда я работал в компании макита пару раз приносили такие триммеры да и мой если вскрыть в этом месте идет соединение двигателя и кабеля обычные обжимные наконечники сделаны они иногда перегреваются в этом месте и отгорают ну на моем опыте я таких триммера 2 разбирал на котором были такие моменты и я думаю что если этот триммер тоже использовать постоянно по максимуму я думаю эти контакты накроются но это опять же мое предположительное мнение я думаю макита чисто чтобы избежать этих проблем ушла от этой идеи с разборной штангой ну а здесь будем посмотреть вообще я читал инструкцию указано что это не профессиональный триммер ребята сразу сразу перестраховались насчет этого о чем я говорю и написали что триммер не предназначен для покоса большого больших объемов травы то есть пожалуйста на всякий случай сразу ушли так сказать от ответственности далее какая претензия только вскрыл из коробки крышечка в принципе я думаю так ну и эта крышка просто так и для красоты прикручена вот ну почему вы ее не докрутили чё она болтается тут три саморезе к неужели нельзя просто взять и сильней поджать вот один винтик поджал и все далее смотрим давайте открутим ну как маките чашка идет шайба прижимная для диска и вот смотрите почему-то вверх ногами стоит вот эта шайба то есть комплектовщики сразу установили ее вверх ногами ну как бы страшного ничего нет в этом вы когда будете собирать здесь поставить ее правильно но я думаю для владельцев тех триммеров которые купили впервые вообще такой триммер это может как сказать заблуждение вести вот и что я сразу вижу вот эта претензия была не претензия вопрос на сайте точнее не на сайте а в телеграме компании пит человек спросил как так почему нет защитной шайбы сверху и я вам тоже скажу видите здесь идет с ней сразу видим подшипник этот подшипник когда мы будем косить неважно катушкой или диском под эту шайбу намотает траву обязательно намотает без вариантов проверено у меня было то же самое на маките у макиты тоже не было изначально никаких шайб и как только траву сюда намотает она начнет тереть об подшипник а пыльник подшипника и сотрет его просто сотрет его естественно подшипник начнет попадать грязь пыль и все остальное подшипник под замену быстро выйдет из строя поэтому сюда нужно обязательно шайба по поводу шайбы я давайте чуть позже мы к этой теме подойдем я покажу где ее брать и как она выглядит пойдем дальше рассматривать комплектацию так сам триммер пример у нас в пакетике убираем ручка задняя часть она очень легкая вставляется два аккумулятора ручка в отличие от макиты тоже разделена на две части получается нам нужно ее собрать вот сюда для этого здесь есть шестигранный ключ стяжки они положили опять же вот шестигранные ключи у макиты есть место куда повесить и был один шестигранный ключ в комплектации которую можно все винты которые нам нужны покрутить здесь же два ключа и их некуда закрепить притулить то есть их надо куда-то носить в кармане или поэтому мой совет сделайте где-нибудь отсек для крепления ключей причем второй момент лучше сделать не такое крепление рукоятки где ключ не нужен например вот как у макиты на новых триммерах здесь вот посмотрите на 40 вольтом триммере имеется вот такая тема просто ручку ставим либо так да вот так правильно будет вот так и в комплекте идет гайка одна ручка мы ее закрутили очень удобно не нужны ни шестигранники ничего второй момент который был замечен замечен тоже зрителями канала пит если мы вот так совместим эти триммеры и вставим сюда ну давайте я откручу соберем ее как она должна быть примерно вот так это одевается сюда то есть если мы сравним две ручки то здесь получается почти одинаковые но человек жаловался что на этом триммере ему было неудобно если вы посмотрите вот эта часть получается сюда уходит больше а это меньше очень близко расположены плюс у них еще расположение вот такое такое расположение есть и на макитовских триммерах но только на тех которые продаются в японии то есть вот так ручки видите на европейский же триммерах ручки идут шире и они ровные вот что на этом что давайте покажу на на 365 нас 365 здесь тоже цельная ручка она не состоит из из двух и видите в левая часть она больше правая короче а левая больше а здесь наоборот здесь кстати можно ну еще открутить лево право поменять положение вижу уже особо ты не понастраиваешь потому что они только с двух сторон она потому что она ну как видите разрезано и мы все привыкли к таким классом они больше такая ручка она больше как на бензиновых всех сделано здесь уже что-то новенькое такое но очень похоже на японский вариант триммеров как у японцев я не знаю почему они может маленькие короткие youth мне вот она и так короткая да и плюс еще руку так выгибать ну как-то неудобно для каких-то на катушке кстати очень какая-то тоненькой леска давайте разберем ну леска намотана меняются металлические вот эти ухи уши уши ухи говорю катушка принципе на первый взгляд неплохо легенькая сама то для этого триммера ведет трех лопастной нож нож заточен с обеих сторон то есть одна сторона затупилась переворачиваем можно работать и другую сторону у макиты в коробочке составляется ну макиты четырех лопастной хотя есть по моему в продаже и такие там каких только дисков нету но я дисками не пользуюсь такими я как вы знаете привык пользоваться дисками с победитовыми зубами 255 диаметром это самый лучший на мой взгляд диски это вот такого плана диск идет здесь победит у и зубья это лучшее что может можно придумать для кошения хоть травы и хоть поросли мелких веток фигачить даже пенечки всякие ну и в комплектации еще есть вот такой вот ремешок как тут интересно сделано непонятно как это все должно держаться странное решение ну да ладно вообще скажу что ремешок я от макиты сразу выкинул и купил разгрузку на два плеча новом примере разгрузка идет сразу в комплекте вот в большом примере макита 40 вольтовом комплектации сразу же идет нормальная человеческая разгрузка чего и советую класть в комплектацию и компании пит потому что ремешок это ерунда ну здесь надо настраивать это новое хотя настраивается это все вот как видите просто потянули и все очень быстро хотя в первом триммере 3065 тоже комплектации был ремешок ну и давайте попробуем все это дело собрать подключить есть парочка аккумуляторов оригинальных это у нас пятерочки на 5 ампер сниму вот это все ну и давайте соберем его полностью здесь есть вот такой фиксатор его нужно отодвинуть и ослабить гайку соединяем совмещаем чтобы контакты попали друг друга и отпускаем вот этот фиксатор все затягиваем гайку соединили но я здесь еще особо не затягивал вставляем аккумуляторы на корпусе имеется индикатор заряда аккумуляторы как мы видим заряжена в половину причем цвета как видите красная желтая и наверно крайне будет зеленым светится на рукоятке имеется клавиша питания включили давайте чтобы он было видно выключили включили установлен режим зайца то есть максимальная скорость и кнопка вот так регулируем черепаха средний кролик пробуем ну вот таким образом он работает сразу вижу какой есть минус нет режима реверса как раз из-за того что в двигателе нет датчиков холла невозможно хотя технически это можно было сделать и на выключателях по идее но как видим режима такого такового нет при это большой минус то есть при намотке травы вам придется выключать снимать аккумуляторы и разматывать руками траву у makita же две кнопки нажал двигатель в обратную сторону диск крутнулся травку скинула и какой еще момент не знаю как здесь есть такой режим или нет что будет если наткнуться диском на куда-нибудь ну в землю воткнуться или в породу дерево что произойдет если диск резко остановится отключится ли питание или не отключится макита это сделано отлично то есть как только мы натыкаемся на какое-нибудь препятствие сразу же отключается двигатель поэтому двигатель там очень сложно спалить вот таким образом смотрится это с кожухом есть ощущение что для меня он маловат но будем посмотреть по факту на корпусе кстати еще указано что под дождем этим триммером работать нельзя сейчас снимаю эту часть и расскажу вам про вот эту шайбу которая необходимо нам снимается это все не очень хорошо и вот каждый раз вы так сделаете 1 50 и мне кажется контакте ком от этого хорошо не будет поэтому как бы любое контактное соединение это все по моему мнению не есть хорошо и не есть надежно хотя и удобно ну все покажет практика ну и давайте рассмотрим теперь поближе как это все здесь выглядит и отличается значит 365 триммер самый старый то есть это первое изобретение с таким вот нижним двигателем которая появилась у макиты а это последнее изобретение у r002 газет 05 комплектация потом вот это у нас идет комби мотор насадка и питовский триммер ну давайте сначала начнем с гаек гаечки принципе резьба у всех одинаковая м10 причем собра обратная резьба на комби мотор тоже гайка идет она просто отдельно у меня лежит потому как я комби мотором с диском не работаю ну гайки по сути если вот эти вот абсолютно одинаковые на более мощные двигатели горек идет чуть другая побольше здесь вот такая на макитовских почему-то здесь шайба так сделано потом у нас идут вот такие шайбы на этих они абсолютно одинаковые на этом три мире уже вот так она изнашивается со временем поэтому вот такую артикул можно докупить будет у вас новенькая она подойдет и вот на этот триммер по моему хотя нет на этот на комби мотор на более мощные идет другой размер и вот здесь уже металлическая металлическая кстати будет надежнее чем вот это потому что на металлической вот такой фигни происходить не будет это плюс я считаю не знаю почему они здесь делали и пластиковые чтобы зарабатывать как говорится на расходки поэтому сюда можно поставить спокойно и от пита ведем далее здесь дальше идут прижимная шайба для диска шайбы эти на этих двух примерах одинаковые на комби моторе на насадке она шайба это другая я ее куда-то задевал сейчас не могу найти здесь уже вот с такими зубьями шайба она сюда в принципе подойдет потому что здесь до зубьев еще говорится далеко здесь они сделали видите здесь уже видны эти ребра поэтому здесь вот такая прорезь это значит что вот эта шайба сюда уже не подойдет если мы к примеру наденем диск на шайба от макиты она не прижмет у нас потому что она не садится оригинальная от пита она вот тоже попасть надо как-то тут сделано если честно странно она еле-еле цепляется за эти зубья все честно как-то ерунда какая-то непонятно для чего тогда они нужны может когда притянется далее смотрите какой прикол про что я говорил если здесь нет шайбы сверху и нет никакой защиты то на этом три мире изначально тоже не было такой защиты было было можно сказать точно такая же деталь но не похоже здесь одно отверстие для того чтобы фиксировать когда мы откручиваем диск сюда вставляем шестигранный ключ или отвертку и фиксируем ротор здесь более правильно сделано два отверстия чтобы не было дисбаланса это уже большой минус из-за этого отверстия уже это идет разбалансировка она хоть и небольшая но будет влиять на работу подшипников вот это товарищи питовцы учтите просверлите с другой стороны точно такое же отверстие не должно быть в этом месте никакого дисбаланса может быть да я одни не прав он там не такой большой но он все-таки будет как ни крути как мы видим сюда тоже может наматываться трава и делать там свои нехорошие делишки поэтому я когда-то приобрел вот такую шайбу и и я покупал не отдельно она покупалась вместе с кожухом который шел для травы с леской совершенно случайно она мне досталось но я узнал что оказывается у нее есть артикул этот артикул вы видите на экране и вот она уже так ставится и все становится нормально также ее можно поставить и на питовский триммер вот видите ни за что не цепляется спокойно мы ставим нож ставим шайбу и закручиваем и все нормально поэтому настоятельно рекомендую докупить эту шайбу но макита пошла дальше своих она всегда совершенствует свой инструмент и они стали продавать сразу видите но идет все вместе то есть они взаимозаменяемые абсолютно одинаковые а на триммерах у которых идет мощность от киловатта и выше тоже есть такая шайба вот она точно так сделано но она отличается видите здесь уже она побольше они не взаимозаменяемая она сюда не подойдет точно так же как и вот это не подойдет сюда более того вот эта шайба не подойдет и вот сюда здесь совсем другой разрез здесь как раз шпиндель сделан как у насадки от комби мотора то есть давайте вот возьмем вот от кубе мотора видите сюда подходит нормально и вот сюда я одеваю и сюда она тоже подходит но из-за того что слишком тонкая вот эта часть у шайбы она глубоко одевается сюда то есть нужно подкладывать что-то еще одну проставочную шайбу получается трется трется шайба от корпус а вот эти вот части но я вам еще раз говорю выход есть выход есть это приобретение вот это абсолютно идеально подходит ничего никуда не задевает и работает как надо а вообще господа из компании пит ну что-то сделайте с этим в будущих своих моделях это обязательно это нужно обязательно после макита это видите сделала показываю как одевается диск для начала шайбу вот эту далее устанавливаем диск по режимная шайба и гайк нет вот эта шайба защитная и фиксируем теперь берем тонкий ключ попадаем вот в это отверстие и нам нужно попасть отверстие которое в той шайбе берем ключ начинаем так закручивать совместили вставляем шестигранник и затягиваем затянули между шайбой и вот этой внешней и диском почему то есть отверстие на маките по-моему такого нет за счету пластиковый хотя диск закрутился жестко давайте попробуем включить как мы видим у у триммера нет даже электронной остановки двигателя то есть электронного тормоза нет что тоже является очень большим минусом ну это и понятно что его тут и не было бы потому как нет датчиков холла то есть на двигатель идет всего лишь три кабеля это просто питание теперь снимаем диск обязательно сняли аккумулятор и я моем случае просто отсоединил пополам берем также ключик ищем отверстие ну опять же вот еще один минус что нет напротив отверстия с двумя отверстиями было бы проще искать и откручиваем откручиваем и в правую сторону против резьбы так как резьба левая снимаем снимаем прижимную снимаем диск и теперь нам уже вот эти вот запчасти не нужны просто закручиваем вот сюда катушка опять же напомню что шайба это будет не лишний закручиваем в левую сторону закрутили все зафиксировали нож вот здесь вот эту резинку сняли все запускаем ну хочу отметить между оборотами обороты меняются очень плавно не резко ну и давайте посмотрим что находится у нас под крышкой снимаем декоративную крышечку как я и сказал это просто так показать так сказать лейбл этой компании потому что скорее всего эти двигатели делают и на очень много других триммеров других компаний и откручиваем крышку двигателя снимаем внутри даже какая-то как смазка на ней волновая пружина под подшипник вот это мне непонятно чуть такое ну и внутри ротор причем ротор держится на нижнем подшипнике видите не цепляется за стенки возможно здесь установлена даже пара подшипников либо очень жестко так сидит потому что обычно если снять с одной стороны опору то начнется вот такие колебания в принципе снять его отсюда можно ну да вот идет три провода всего нет подшипник здесь один такой мощный ротор но двигатель не такой как факите в маките получается у нас ротор стоит на месте а крутится как раз статор там уникальный разработка новый двигатель здесь же стоит стандартный ротор крутится статор стоит на месте сколько здесь катушек раз два три четыре пять шесть семь восемь девять подшипники какие-то rzn 6001 и си и чель 608 rs писали 1 2 3 4 не балансировочные есть места тут балансировали его причем что-то прям много насверленные здесь и снизу и сбоку ну а теперь поехали смотреть что внутри контроллера хочу сразу обратить ваше внимание наклейку я снял с помощью фена она отклеилась очень легко видите заднюю часть здесь прямо видно что вот эти вот контакты аккумуляторов они сделаны на отдельных таких пластинах пластиковых это скорее всего говорит о том что это универсальные крепления и такие триммеры будут не только у пита но и других фирм и просто будут меняться вот эти колодочки под разные аккумуляторы это я так думаю давайте вскроем кстати вот здесь вижу нет винта крышка снимается отдельно это отдельно здесь получается какое-то отверстие для чего-то типа ключ может вставлять о чем я говорил ранее ух здесь и контроллер как-то разбирается отдельно снимается отдельно индикатор заряда батарей естественно снимаются колодочки здесь как-то прям что это такое контакт на контакт прямо загнута припаять можно было и получше скажу ну контроллер как контроллер провода соединены на клеммах возможно припаяны и на управление на управление отсоединяются от контроллера пошли два провода один скорее всего кнопка а другой индикатор кстати я не проверил ли если триггерная регулировка скорости мы это сейчас позже сделаем и здесь еще на двух винтах прикручена вот эта крышка то есть лейба тоже меняется и будет у тебя потом не пит а что-то другое все универсально более того если присмотреться то здесь прямо корпус сделан под двигатель то есть скорее всего точно такие же корпуса идут на триммеры у которых верхний двигатель отверстия которые были обнаружены здесь ну явно не под ключики не под какие непонятно для чего возможно для версии с верхним двигателем какое-то там крепление ну что посмотрели как выглядит триммер изнутри проверил я кстати выключатель здесь триггерный то есть скорость оборотов плавно меняется что я думаю вообще по поводу всего этого это такая так сказать погоня за именитыми брендами можно сказать за макитой потому что макита на сегодняшний день как я считаю лидер в садовом инструменте взять вот все остальные компании у них намного позже появились появилась садовая техника особенно вот аккумуляторные триммеры макита я считаю лидер в этом и здесь можно так сказать сделана попытка какого-то повторения и может быть даже улучшения за счет вот разъемной штанги но как мы видим здесь все очень ну оно и будет триммер стоит очень дешево естественно за эту цену здесь и сделано очень дешево так сказать проводка не очень мне понравилось что мне еще не понравилось ручка не очень на мой взгляд но опять же это пробовать надо на деле но человек уже в чате писал об этом потом отсутствие вот этой шайбы ну как бы мелочи но они все таки есть кожух нужен под диск и под леску разный что еще мы не знаем как поведет поведут себя контакты со временем я думаю не очень хорошо это будет но вообще как бы для дома для сада я думаю по такой цене это идеально на сегодняшний день компания пит делает очень хорошие цены на маркетплейсах и есть много поклонников компании пит и как бы очень неплохой триммер для дома я считаю но до макиты еще очень очень далеко даже до самого самого от моего 365 самого первого который уже давно снят с производства как говорится далеко добавить необходимо защиту всяческую регулировку оборотов реверс опять же мы не знаем есть ли тут защита я думаю ее тут нету когда мы попадем на камень или резко становится диск а может и есть кто знает может в контроллере это все исполнено проверять сейчас дома это опасно делать я этого не буду проверим на тесте когда будем косить траву но на сегодня все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока